2 мая в Барнауле пройдет масштабное танцевальное шоу. 13-й международный фестиваль «Солнечный бал». Его организатор Лариса Любивая сегодня приоткроет завесу над танцевальным праздником и расскажет о его главных сюрпризах. Здравствуйте, Лариса. День добрый. Ну вот скажите, фестиваль этого года, он будет чем-то разительно отличаться от фестивалей праздников двух прошлых лет, когда была пандемия? Ну, прежде всего, тем, что мы увидим всех наконец-то воочию и поздороваемся реально с людьми, а не в режиме онлайн. И, во-вторых, у нас рекордное количество приезжих с других городов. Иногородних больше. Иногородних, да. И даже не с Алтайского края. А какая-то главная сквозная тема этого праздника есть? Это праздник парного танца, прежде всего. Так как мы коллектив бального танца, и все наши участники фестиваля в большинстве своем тоже занимаются этим прекрасным видом искусства. И, соответственно, большинство хореографии основано именно на парном танцевании. Будет много дуэтов, да? Будет очень много дуэтов, будет очень много красивых вальсов, фокстротов, латиноамериканских танцев. И все это в режиме шоу-программ. Понятно. Вот вы уже затронули немножко сами танцы, направление их. Вот помимо перечисленных, что вы еще покажете зрителям? Чем их будете удивлять? Ну, прежде всего, разнообразием номинаций. Огромное количество у нас получается 30 номинаций и 6 возрастных категорий. Самым младшим участникам нашей фестивальной программы до 6 лет. И самым старшим порядка 70. То есть у нас впервые будет участвовать несколько коллективов, не один показательный, как раньше было, а несколько коллективов возрастной категории 50+. А сколько там людей? Это ансамбли. По 4, по 6, по 8 пар. Вот так. Люди едут к нам из Кемеровской области, из Новосибирской, и несколько коллективов из Барнаула. И если дуэты, то там, собственно, и мужчины? Да, конечно. Есть где дуэты, а есть где, допустим, просто дамы. Но, тем не менее, это прекрасный, как я называю, golden age, золотой возраст. Но, тем не менее, это очень красиво выглядит, и такая номинация у нас тоже будет. А такая тенденция, она давно вообще зародилась? Вот я не слышала. Пять лет назад у нас такой возраст был, как показательный коллектив. И прошло пять лет, и вот сейчас это уже отдельная номинация. Замечательно. Скажите, каков в целом уровень участников, откуда они, и есть ли такие, кто в шоу «Солнечный бал» принимает участие впервые? Есть несколько молодых коллективов, которые сформировались вот за последние 3-4 года. В основном это коллективы из Алтайского края, которые впервые придут к нам на фестиваль, и я надеюсь, что им очень понравится. Те коллективы, которые едут из других городов, уже знают, куда они едут, и зарегистрировались самыми первыми. И те, кто принимают впервые участие, конечно, для них, наверное, самое сложное будет выдержать этот ритм. Потому что мы начинаем рано и заканчиваем поздно. Это большой соревновательный день. Но я надеюсь, что как раз это зарядит и мотивирует всех участников к тому, чтобы развиваться дальше. Потому что это заряжает, это огромный праздник танца. Ритм и нагрузка, я так понимаю, колоссальны этого дня, да? Конечно, да. Из каких регионов, сколько всего регионов будет представлено? Коллективы Омской области. Это не только города, но это и поселки, это и районные центры. Коллективы Новосибирской и Новосибирской области, Кемеровская область, и Белово, и Прокопьевск, и Новокузнецк. Коллективы Красноярского края, Алтайский край, Республика Алтай. И мы очень рады, что спустя 4 года к нам реально может приехать Казахстан. К нам заявились коллективы из Казахстана. Это тоже прекрасно. Лариса, а что можете сказать об уровне участников? Все-таки фестиваль 13-й, я думаю, что, наверное, уровень меняется вообще. И в целом какие-то подходы, быть может, меняются. Если говорить о начинающих категориях, допустим, дети до 10 лет, даже до 7 лет, конечно, это очень разные коллективы, есть и совсем начинающие, есть более опытные. Но если мы говорим о категории от 10 до 16 лет, то это очень мощные, очень мощные, хорошие спортсмены, танцоры, которые участвуют не только в фестивалях, но и в спортивных состязаниях. Соответственно, есть на что посмотреть, и там идет реальная мощная конкуренция. На самом деле за этим к нам и приезжают, потому что у нас на фестивале узкая направленность именно по номинациям, что касается бальных танцев. Нет разнообразия, но есть узкая номинация. И, соответственно, приезжают самые мощные коллективы именно по этим номинациям, по этим направлениям. И, наверное, трудно найти где-либо в Сибири еще большую конкурентность, чем у нас на фестивале. Мы, наверное, в этом лидируем всей Сибири. Вот от 10 до 16 лет, ближе к такому подростковому возрасту, ну, учитывая, что начинают заниматься танцами где-то с раннего, да, совсем возраста, получается, за последние годы сложилась такая хорошая база для этой конкуренции у нас в Сибири? Да, потому что много клубов, очень много прекрасных коллективов, которые занимаются бальным танцем, и, соответственно, вот этот возраст, он самый рабочий, он самый интенсивно занимающийся, самый, скажем так, участвующий во всех соревнованиях и фестивалях. Ну, это, наверное, самый высокий уровень, который есть на нашем фестивале. Знаю, что по традиции будет представлено инво-направление, то есть на инвалидных колясках. Расскажите о нем подробнее. Впервые эту номинацию мы представили 5 лет назад, и она была настолько успешная, что к нам тоже стали ездить не только из Алтайского края, но и из других регионов. В этом году у нас приедет коллектив из Бийска, в этом году у нас приедет коллектив из Кемеровской области, ну и традиционно, конечно, наши броноульские коллективы тоже будут принимать участие. Выступление ребят всегда оказывает очень высокое эмоциональное впечатление на всех участников, причем в позитивную сторону, потому что ребята настолько заводные, ребята настолько пышущие жизнью и желанием танцевать и радоваться, что и судьи, и участники, и организаторы, и партнеры всегда с нетерпением ждут этой номинации, и она всегда уходит в позитив, как ни странно. И инва-танцоров вообще больше становится? Да. Больше, да? Да, да, и это тоже радует. И мужчины есть среди них? Конечно, там пары, то есть там есть несколько номинаций. Номинация, когда оба, и партнеры, и партнерши на инвалидных колясках, а есть номинация, когда один человек стоит на собственных ногах, а другой сидит в инвалидном кресле. То есть, в принципе, это тоже разные номинации, разные категории, и ребята соревнуются. Более того, у нас на базе нашего института культуры есть сейчас специалист очень высокого уровня, который занимается именно этим направлением, да, и он всегда мне помогает именно организовывать эту непростую номинацию, чему я очень благодарна. Ну, теперь вот хочется спросить, а судьи кто? Насколько вообще компетентная будет жюри в этом году? Ну, она всегда у вас компетентная, но вот что касается уровня этого года? Когда мы формируем судейскую бригаду, конечно, у нас высокая очень ответственность именно перед теми людьми, которые к нам приезжают, потому что это сильнейшие коллективы со всей Сибири, когда человек приводит к тебе 40 участников на поезде, селит в гостиницу и так далее, тратит на это огромное количество времени, силы и энергии, то, конечно, мы как организаторы обязаны предоставить самые высококомпетентные жюри, которые вообще возможны. В этом году мы пригласим, помимо традиционных наших членов жюри из Алтайского края, это преподаватели творческих вузов, продюсеры, известные хореографы, мы всегда приглашаем одну-две звезды, стараемся, всероссийского мирового уровня. Ну, прежде всего, это Максим Петров, участник и победитель шоу «Танцы со звездами». Кстати, наш земляк, чему мы очень рады, который представляет не только Москву, не только Россию, но и Исландию. И там он тоже был победителем шоу «Танцы со звездами». Вот буквально оно закончилось месяц назад, и мы все следили, как он стал финалистом. Я думаю, ребятам будет очень интересно с ним пообщаться, его мнение по поводу шоу, программ, танцев и так далее. И звезда совершенно мирового космического уровня Сергей Рюпин из города Москвы, многократный чемпион Кубков мира, победитель чемпионата мира по танцевальному шоу. Не выразить, сколько чемпионатов, выговорить, сколько он победил. И он приезжает впервые к нам в Барнаул, он очень хотел побывать на Алтае, и вот его мечта сбывается. И даже просто постоять рядом с таким звездой и сфотографироваться, я думаю, уже будет приятно всем тем, кто занимается бальным танцем, а получить его компетентное судейство и его мнение о своем танцевании, мне кажется, это высочайшая честь. Скажите, сколько по времени займут конкурсные выступления танцоров, и вот на какую из частей лучше попасть? Обычно мы делим нашу программу на три части. С утра мы пропускаем всех детей, потому что они очень быстро устают. В обеденное время у нас юниоры, подростки, и в вечернее время у нас взрослые коллективы. И любительские, студенческие, и профессиональные. Соответственно, вот кто что любит, пожалуйста, может приходить. На самом деле, мероприятие идет бесконечно, оно идет без остановок. Обычно с 9 утра до 9 вечера. То есть можно прийти в любое время, и вы попадете в любом случае на какой-то вид соревнований. Весь день выступления, каково же судьям? Я думаю, наверное, очень сложно сделать выбор, да? Ну, на самом деле, у нас большее количество судей, чем три, конечно. У нас бригада из 12 судей, и всегда идет ротация, и мы даем им отдыхать. И очень удобная система подсчета. Поэтому это сложная профессиональная система, которая позволяет как раз всем отдыхать, но процессу двигаться безостановочно. С точки зрения выбора просто, вот я говорю, сложная, да? Раз столько участников, столько выступлений. Ну, им же не нужно выбрать одного участника. Для этого есть 30 номинаций, и в каждой номинации будет свой участник. 30 номинаций, 30 победителей. По скольким критериям вообще сейчас оценивают выступления? По трём критериям. Артистизм, техника и имидж. То есть три критерия. Критерия, по которым оцениваются все выступления. И подсчёт уже ведет непосредственно компьютер и выдает всё компьютер. То есть у нас всё прозрачно, это всё абсолютно можно посмотреть потом в сети. И поэтому все участники даже могут посмотреть, какой судья, как их оценил. Наивысший балл какой-то есть? Вот если есть, то он какой? Первое место. Я понимаю, по количеству баллов как-то это выражается. Расхитинг-система, она немножко другая. Она как раз чем ниже, тем лучше. Чем меньше ошибок получает, тем меньше ошибок. Понятно. Какие ещё сюрпризы ждут зрителей баллов? Прежде всего, это, конечно, гостеприимство города Барнаула, где у нас много партнёров, которые нам всегда помогают именно встретить всех участников и всех одарить подарками. Я думаю, все участники получат какие-то подарки, памятные медали, памятные буклеты. Они всегда с удовольствием это увозят. И, как мне рассказывали, вешают на стенку наши афиши и копят наши сувениры. Во-вторых, я надеюсь, что главным сюрпризом это будет уровень. Уровень участников и интересное их выступление. Потому что каждый раз привозится что-то новое, что-то интересное, что-то потрясающее, чего ты не ожидаешь. И потом с большой благодарностью мы пишем отзывы руководителям коллектива, которые удивляют нас своими творческими находками, чем-то ещё. Ну и третье – это, конечно, сама атмосфера. Это большой праздник. Это огромный праздник, в котором участвуют все. От участников, зрителей, организаторов, заканчивая судьями. И это остаётся в сердцах на весь будущий год до следующего фестиваля. Праздник, конечно, большой, но он уже 13-й по счёту. Вот подготовка к нему – это уже такой откатанный процесс? Или каждый год есть какие-то свои сложности, нюансы? Конечно, каждый год свои сложности и нюансы. Потому что коллективы – это живые люди, и всё меняется, всё очень сильно зависит от процессов, происходящих вокруг. Вот я всегда вспоминаю 20-й год, год пандемии, когда мы просто вынуждены были всё отменить, но желание участвовать у участников и что-то делать у нас было такое сильное, что мы единственное в России сделали фестиваль под названием «Риорита», где в условиях пандемии участники снимали видео и отсылали. Он был весь в режиме онлайн, у нас участвовала вся Россия, даже Москва и Питер, и мы его провели, этот фестиваль. Но он был вот такой, когда ребята переодевались, как раз был юбилей Победы, и задача этого фестиваля была одеться, найти им соответствующие, найти очень интересные локации. Все находили участники фестиваля, снимали очень интересные видео, творческие, художественные. Они всё ещё где-то у нас даже висят на странице, потому что они очень интересны. Ну, конечно, здесь пришлось меняться. И в этом году есть свои какие-то изменения? Может, чуть-чуть о них, прям очень лаконично? В этом году, я думаю, что мы подстраивались под изменения как раз внутри коллективов, потому что предыдущие три года очень сложно ударили практически по всем коллективам организационно, сменились, сменился состав, уменьшилось количество участников. Допустим, если раньше мы чётко могли градуировать группы по возрасту, то сейчас появилась такая категория, как смешанные группы. Для того, чтобы создать большое количество участников на сцене, мы не можем выпустить детей только одного возраста, нам нужно их смешать с более старшими. Ну, это вот тенденция этого года. Но, тем не менее, мы подстраиваемся, делаем, и фестиваль состоится. Теперь давайте скажем, когда он и где состоится, чтобы наши гости, зрители нашего города могли прийти и насладиться этим шоу. 2 мая 2022 года мы ждём всех в Краевом театре драмы имени Василия Макаровича Шукшина на фестиваль «Солнечный бал». Начнётся он с 10 утра и закончится в 9 вечера. В любое время приходите, мы будем рады всем зрителям. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня в гостях у нас была Лариса Любивая. Она рассказала о том, как пройдёт 13-й международный фестиваль «Солнечный бал». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова